Свыше 90 пожаров зафиксировали в Восточно-Казахстанской области с начала месяца. По данным областного ДЧС, чаще всего возгорания происходили в пригородных зонах и лесных массивах. Тем временем, перед началом пожароопасного периода, сотрудники лесных хозяйств заявляют об остром дефиците кадров. Как выяснилось, обещанное поднятие зарплат после прошлогодних масштабных пожаров в области Абай коснулось далеко не всех. Обо всем по порядку расскажет Руслан Мухамедьяров. Апрель в Восточном Казахстане выдался жарким. Пожарным регионам уже пришлось 90 раз выезжать на тушение степных возгораний. Возникают они в основном близ населенных пунктов. И часто причина в беспечности самих жителей. Поэтому службы ЧС предупреждают. За поджог, даже неумышленный, придется отвечать перед законом. Зажигание бытовых отходов, несанкционированные отжиги, разведенные костры и палы сухой травы, предусмотренная инициативная ответственность. Если вы обнаружили загорание, постарайтесь затушить его самостоятельно на начальной стадии. Если не справляетесь, необходимо вызвать противопожарную службу по номеру 101. Сложнее ситуация, если горит лес. У всех на слуху масштабные пожары в области Абай. Прошлым летом там сгорело 60 тысяч насаждений. Ущерб составил порядка 165 миллиардов тенге. Но самое страшное, что погибли люди. Тогда страна узнала, в каком положении находятся лесничие. Они вынуждены бороться с огнем без должного оборудования, обмундирования. И жить при этом на зарплаты ниже 100 тысяч тенге. К сожалению, ситуация с тех пор практически не изменилась. Ольха-5 вызывает Ольху-3. Ольга Путинцева – оператор лесхоза. Она связующая звено между бригадами лесничих. И первая узнает о пожарах. Работа нервная, но малооплачиваемая. Впрочем, как и у механиков, радистов, наблюдателей. Все они внебюджетники. В прошлом году с июля месяца лесникам подняли 100%, а нам, небюджетникам или внебюджетникам, подняли на 70% дополнительно. До января месяца выплачивали. Доплата эта была. Но с января сказали, что денег нет. Сейчас минимальная зарплата 85% у нас. Какие-то там еще доплаты идут. И вопрос до сих пор не решен. Также на минимальных пайках бойцы КАЗ-Авиалесохраны. А ведь именно их первыми бросают в пекло с воздуха. На самые опасные участки. Леса вокруг Ускаминогорска защищают сейчас всего 5 десантников. Все просто. Мы привлекаем на тушение Ми-8. А у него 24 посадочных места. Что я 5 человек загружу и повезу на этот пожар? Что они там сделают 5 человек? А если потушить пожар, скажем, в полгектара или в гектар, нужно уже команду 8-10 человек. Всего КАЗ-Авиалесохране приходится защищать с воздуха почти 4 миллиона гектаров леса. Со штатом в 14 человек по области. Дефицит кадров в сфере – проблема серьезная. И не только в небе, но и на земле. В целом в лесничествах региона сейчас не хватает 400 специалистов. Руслан Мухамедяров, телеканал «Аматы», Восточно-Казахстанская область. Руслан Мухамедяров, телеканал «Аматы».